Привет, альтушка! Ха-ха-ха! Ну шо? Ну сейчас у меня, походу, будет... Да-да, не удивляйтесь! Эх! Че, слышите этот голос, ребят? Да-а-а... Так, можно разные голоса, можно Пророк Санбой. Но я бы взял, наверное, разные. Пророка Санбой мы уже слышали, можно разные голоса поставить. Че думаете? Доброе утро! Доброе утро! Ещё один день. Мы уже проходили на все три концовки, которые нам предлагались до этого. Поэтому мы надеемся, что игра добавила нам каких-то новых персонажей, с которыми мы можем поиграть. Я же правильно понимаю, что их бесплатно добавили, да, в эту игру? Мне не надо ничего покупать. А, во, ребят, тут нужно купить. Сейчас я куплю, там, стоит всего один доллар. Доброе утро, Скуфы, говорит Пророк Санбой. Поехали, ребята. Привет, Ютуб! С вами Ларин. Ещё один день. Да. Где я? Кто я? Как тебя зовут? Меня зовут сербская леди. А, нет. Меня зовут кардицепс. А, нет. Меня зовут коронавирус. Корона... Коронавирус. А, нет. Меня зовут кролик. Кого ты пытаешься надуть? Все знают, что ты просто Скуф. Нет, это ты Скуф. И ещё один день. Ещё один бессмысленный день. Дружище, хорош киснуть. Всё, не может быть настолько плохо. Может. Как я дошёл до того, что мой единственный собеседник... Ты не скачал, ДЛС. Ты скачал? Ещё проверим. Хлoplanавирус. Ай! я не собираю и что быстрее заебало опять это блять и пошли вы нахуй пошло нахуй блять где блять новые персонажи я чуть не понял а чё я не то выбрал выберу установить делать в стиме да я все установил блять а удоб контент во блять во все ребят пошло ранения ребят там не было не было нормально все теперь будет видите теперь у меня она устанавливается все все теперь нормально все все ребят теперь нормально все теперь нормально видите все 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 спокойно теперь нормально теперь ребят спокойно ребят 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 ребята Ребята, 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 спокойно. Вот, видите, все, теперь есть. Все спокойно. Теперь спокойно, все, бл**дь. Теперь все, ребят, спокойно. Теперь все работает. Спокойно. Да-да, не удивляйтесь. Да-да, не удивляйтесь. Доброе утро. В скуфе. Ребят, надо освежить в памяти что было, поэтому пропускаем. Как тебя зовут? Меня зовут Кролик. Да. Провести в постели весь день? Нет. Легко непринужденно с Грацией, ну дайте просто вот интро вспомню, не помню ни хуя. Легко непринужденно с Грацией, которая позавидовала бы косуля, по крайней мере тебе так кажется. Ты соскакиваешь по видавшей виды, но все еще добротной полутораспальной кровати. Бабах! Бабах! Ты грузный и неуклюже падаешь на пол, неудобно подвернув руку под свой бесистый живот. Сука! Этот грохот, наверное, соседи на три этажа вниз слышали. Хватит дрыхнуть, тебя ждут великие дела. Окей, окей, уже встаю. Товарищ начальник. Я не начальник, я твой лучший друг! Смурной и сон, не найдя под кроватью шлепанцы, черт их побрал. Ты выходишь коридор. Какого черта здесь так темно? Чего еще ты ждал? Что на самом дне человеческого существования все будет ярко, как в жаркий полдень из рассказа Рея Брэдбери. Заткнись, я не с тобой разговариваю. А с кем тогда? Да. Сам с собой, вот с кем. Но ведь я и есть ты. Заткнись, заткнись. А вдруг во тьме нас ждут чудовища! Блядь! Которые только и мечтают, чтобы затянуть тебя углубь своими склизкими щупальцами. Сейчас, сейчас, дайте вспомнить, что было в начале, блядь. Не пиздите про скип нахуй. Ждите, блядь. Ты дурак. Ты дурак. Диалог занимает в твоей голове не более полутора секунд. А рука сама привычно нашаривает рельеф, выключатель на обшарпанной стене. Включите. Эх, блядь. Теперь, когда фронт работ освещен, нам предстоит нелегкий выбор. Куда мне отправиться дальше, дабы смахнуть остатки сна с моих нежных ресниц? Напоминающих обувную щетку? Вот. Здесь я делаю выбор, данный мне столь щедро создателем. Я пойду сразу в туалет сраться. Крайся в туалет? Что еще? Может просраться в сортире? Да. Ой, простите, ваше величество. Посетить уборную. Так-то лучше. Самый важный ритуал за день. Эх, какие ножки у меня, бля, какие у меня ножки. Каждая девчонка мечтает о таких ножках у настоящего мужчины. Такие ножки сочные и сладкие. Такие каждая девочка мечтает о таких ножках. Почему? Мне завтра рано вставать, поэтому всем вб и спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, стрима. Спасибо большое, спокойной ночи. А ты мечтаешь о таких ножках? Конечно, мечтаешь, бля. И по совместительству самый приятный. Просраться как следует? Черт возьми, да. Ты получил плюс два к здоровью и плюс три к харизме. Я обосрался. Правда, было бы неплохо. Со здоровьем у меня как раз проблема. Неправда. Ах, черт. Кажется, все дела в коридоре мы закончили. Тьфу ты. Какие еще дела могут быть в коридоре? Ладно. Не хочу об этом думать. Так, мы идем в ванну. Грязная ванная встречается с радостью похоронного служащего. Совершенно очевидно, что вы друг другу чужие, и ваши отношения в лучшем случае деловые. К худшему токсичны и созависимы. Так, ты не нравишься мне, а я не нравлюсь тебе, леди ванная комната. Давай решим это по-быстрому. Все все понимают. Мы взрослые люди. Разговариваешь с ванной комнатой? Да ты совсем с катушек слетел, дружище. Не я, а мы. Ты же часть меня, разве забыл? Так, ну давайте быстренько в ванной, не знаю, почистим зубы. Это я помню, блядь, вот это я все помню. А скоро... Зубы мы почистили. Короче, вот отключили, душ принять не можем. В зеркало посмотрим, нихуя не видно. Это я помню, да. Все, да, все, я помню. Сейчас будет пицца. Это я помню, да. Все, выходим в коридор. Идем на кухню. Да, идем на кухню. Хаваем пиццу. Похуй, как ее есть, вообще без разницы. Открываем коробку. Всем пиццу прям так, похуй. Идем в комнату. Скучно. Так, все, поехали. Отсюда уже играем. То, что тут я не помню, нихуя. Так, я не помню пароль, да. Черт, черт, черт. Какой же там пароль? Зачем я убрал этот стикер с монитора? Дружище, не кипятись. Может, я помогу тебе покопаться? Так, давай, ладно, пароль, похуй. Давай, пароль ввели. Так, для того, чтобы найти альтушку, мы заходим во вкладку здоровье. Правильно я понимаю? Здоровье. Так. Какая тебе... Все, поехали. Какая тебе больше нравится? Мир разноцветный. Мне никакая из них не нравится. Взять, к примеру, эту черненькую. Лясо, да. В тайне ты всегда мечтал о котической худой тяночке с тонкими руками и синяками под глазами? В тонких капроновых чулочках с пентаграммами? И ключицами такими тонкими, что, кажется, о них можно порезаться? Да чего уж тут. Каждый в тайне мечтал о такой хоть раз. Розовенькая тора. Так, это он их выбирает. Этих мы помним, мы уже... Все это мы уже проходили. Ладно. Я тебе так. С одной стороны, а с другой... Так, этих мы уже проходили все. Давай новеньких. Перелистнуть дальше. Во, поехали. Вторая тройка играет. Ля, как это... Это для меня, девчонки, блядь. Так, это что-то новенькое. Ля, блядь. Вращайте. Как говорится, ба-ба-бан. Так, какая мне из них нравится? Мне, блядь, мне никакая из них не нравится. А нет, мне нравится вот эта с хвостиком. Блядь, да мне все нравятся. Ну ладно, я сейчас выберу. Интересные юные леди. Посмотрим, что они из себя представляют. Так, чат, вы можете не писать, какого мне выбрать. Я буду выбирать сам все равно, поэтому можете не пиздеть. Сейчас посмотрим. Так, какие вы мне предлагаете? Нюша, Лиза и Кира. Давай про Нюшу побольше. Нюша. Дихроматическая альтушка. Дихрома. Что? Она что, хромает, что ли? Это означает, что в ее стиле преобладает два основных цвета. Возможно, этим она подчеркивает двойственную природу своей личности. Есть шанс, что у нее диагностировано биполярное устройство. Ага. Мне нравится. Похоже на Дракулару из Монстр Хай. Блядь. Всегда хотел Дракулару из Монстр Хай. Ты хотел детскую игрушку. Вчера я елнутый, блядь. Почему? Илюша, привет. Передай привет Дариксу. Здорово. Хорошего стрима. Сори, привет и не передаю. Спасибо большое. Ты совсем больной. Да почему сразу детскую? Куклы Монстр Хай представляют высокую коллекционную ценность. Например, недавно выпускали лимитированную версию Эльвиры Повелительницы. Заткнись нахуй. Блядь, мне... Так я не успел ее купить. А теперь она на ebay стоит 300 долларов. Эх, блядь. Сколько, сколько, сколько долларов? Триста. Отсосил тракториста. Вот туда его нахуй. Хорош, Порок Сонбой. Хорош. Клоун, блядь. Сам клоун. Куклу хотел купить. Но ведь ты тоже я. Значит, ты тоже хотел куклу купить. Черт. Ладно, окей. Давай дальше. Так. Нюша, понятно. Давай про Лизу. Лиза. Эзотерическая альтушка. Может предсказывать будущее. По крайней мере, сама в этом уверена. Ясно, блядь. Вот это все. А эти, блядь. Астрологии, блядь. Это все полное хуя там. Это все полнейшее хуя там. Мне вот этого не надо, блядь. Хорошо разбирается. Блядь! Ёп твою мать. Понятненько, понятно, блядь. Хорошо, ладно, я все понял. Читала много книг, но не уточняет, что это за книги. Это и не к нам. Это и на битву экстрасенсов. Да, 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 это мы не берем. А ты сам хотел бы попасть на битву экстрасенсов? Нет. Ну не знаю, может быть. Мне кажется, ты бы там был суперзвездой. Если продюсеры битвы экстрасенсов это читают, советую им связаться с тобой. То есть с тобой, да? То есть с нами. А с девочкой что? С девочкой. А девочка отличная. Давай дальше смотреть. Да нет, девочка хует та, блядь. Мне такая не надо. Мне вот эту надо справа, Кира. Или слева, одну из двух. Ну-ка давай. Кира, кошка-девочка. Ля какая, блядь, смотри. Это для меня. Ильша, спасибо за стрим. Любим тебя. Новая песня, ебейшая. Спасибо. На повторе 24-7. Спасибо большое. Вот эту девчонку мне, конечно, надо, да. Или это просто шапка? Это шапка, да. Так или иначе. В быту кошечка. В постели тигрица. Ух. О, вот это мне надо. Вот это кишка. Надеюсь, она все же не настоящая кошка. Да нет, нет. Это просто девчонка. Вот такую мне, конечно, надо. С настоящей кошкой я бы не смог. Ну что, не смог, что ли? Ну, это. Подхвост? Фу. Фу, какой ты мерзкий. Не я, а ты. Не ты, а вы. Тьфу. Вернее, мы. Слушай, а что у тебя с голосом? Ты что, заболел? Да нет. Просто я говорю. Ведро. Какое еще ведро? Наверное, озвучивалось на телефон прям, блядь. Э-э-э. Будто ты сам не знаешь, какое. Тоже верно. Кого же мне выбрать? Ну, тут я даже не буду думать. Все девочки по-своему хороши. Да. Выбери меня. Ну и голос у тебя, блядь. Ой. Оно живое. Почему это сразу тебя? Ну вот у Нюши голос поприятнее, конечно, блядь. Я гораздо лучше. Как минимум популярнее. О, это еще бабушка надвое сказала. Это еще бабушка. Она бабушка, блядь? Девочки, девочки, не ссорьтесь. Каждый из нас преследует собственные цели. Но конечный выбор за пользователем. Сервис наш приоритет. Бля, голоса у вас отвратительные, блядь. Забудешь тут. Ладно, Кира, если ты обещаешь много молчать, я не против с тобой провести время, блядь. Га-га, блядь. Ну, если ты молчать будешь. Ладно, пусть спрашивают, что ему там интересно. Спрашивать? Уже? Я не готов. Да, ты никогда не готов. А можно я не буду ничего спрашивать? Просто сделаю выбор. Не люблю вопросы. Я в чат, если что, не смотрю. Люблю нажимать на кнопки. Но я просто увидел сообщение, в котором сказали, у Киры... Ну, дальше я читать не стал. Модр, огромная просьба. Если кто-то кидает спойлеры, давайте этому человеку, пожалуйста, мут на... Ну, дней на 100, блядь. На 150. На год. Типа, навсегда. Типа, баньте просто нахуй. Долбэпов, которые кидают спойлеры. Потому что какой в этом нахуй смысл? Какой смысл, блядь, тогда играть в игру, если вы кидаете спойлеры? Ебашь, ты просто пермачом, долбоебов, и все, типа. Я ничего про них не знаю. Я новый пользователь. Я их изучаю. Все, блядь. Никто не любит. Тихо, Нюша, заткнись. О да, нажми мою кнопку. Блядь. Да, нам всем надоели эти лишние вопросы. Заткнись. Что ж, ты можешь выбрать одну из нас, или вернуться к первой тройке альтушек. Чертого, первая тройка. Так, выбирай с умом. Либо Нюша, либо Кира. Лизу точно нахуй. Бля, у Киры гол, скажешь, пиздец, блядь. Но Кира прикольнее, чем Нюша. Ну ладно, у меня душа лежит Кире. Я хочу Киру послушать. Привет, Киры. Да, стой. Почему она ко мне обращается, как будто я малолетка, блядь? Какой нахуй юноша, блядь? Юноша, кажется, она тебя с кем-то перепустила. Что за хуйня, блядь? Какой странный у нее голос. Да уж получше, чем твой. Ну почему ты всегда все портишь? Я порчу. Нет, нет, это я не тебе, прости, пожалуйста. Ладно. Так значит, ты ищешь спутницу жизни? Эээ, ну... Я просто хотел получить альтушку. Блядь. Альтушку? А что это значит? Блядь, короче, я все понял. Бля, это пиздац. Это просто пиздац. Я все понял. Короче, вот это, блядь, это Кира. Это старая бабка, блядь, какая-то, блядь. Она сидит нахуй. Это либо аккаунт старой бабки на госуслугах, либо бот старой бабки. Потому что, блядь, там, когда она говорила, бабушка была капсом, написано. Она меня еще и юношей называет. Это старая бабка, сто процентов. С какой-нибудь грязной, блядь, гангренной ногой. Ну, короче, ну, блядь. А, пизда. Она не знает. Ну, как я понимаю, это девушка, которая ярко одевается, сочетая в своем стиле все... Блядь, ёпта, хули я раньше этого не понял. Посмотрите на ее одежду, блядь. На ее прическу, нахуй. Будь то яркие шмотки или готический стиль. Блядь. Я поняла. Это типа неформал. Она даже разг... Стоп, подожди, блядь. Вроде того. Тогда я точно альтушка. Блядь, я знаю этот голос, нахуй. Расскажи побольше о себе. Какие женщины тебе нравятся? Блядь, ээ... Что предпочитаешь в сексе? Все, я... Да, да, все, я понял. Блядь, пошли вы нахуй этой пиздец, блядь. Я все понял. Это бабка, которая фитовала с пахомом, блядь. Как же у них там песня-то пела сейчас, эээ... Че-то там... Какая-то, блядь, какая-то там такая хуйня была, не помню. Сейчас, эээ... Блядь, я не помню, как эта песня... Блядь. Как же она пелась-то, эта песня, блядь? А, микрозай, микрозай. Это, да, это Альбина Сексова, да, блядь. Ёб твою мать, нахуй эта пиздец. Блядь. Не, я песню кис-кис не знаю. Я слышал песню микрозайм с пахомом. И у нее прям, ну... Там еще автотюн вот этот, блядский, выкручен. Пиздец. Ну ладно, давайте Альбина Сексова. Раз уж на то пошло, блядь, я не против. Ну, как бы ладно. Если бы это была просто бабка, я был бы против. Но с Альбиной Сексовой я замутить вообще не прочь. Так, погоди-погоди. Разве я не должен заполнить какие-то документы? Ну, как минимум, ввести адрес доставки, альтушке. Красавцы-разработчики, гении, блядь. Вот так сразу, а поговорить никакой романтики. Ну ладно, где там эта официальная инструкция? Ребят, если что, я не бабка, блядь, если что. Я это... Я не бабка, блядь, я... Короче. Для завершения процедуры оформления альтушки необходимо заполнить ряд документов. Фу, какая скука. Давай лучше времуче, что мы исходим. Блядь, сука, все понятно. Давай. Обязательно сходим. Кот, кот, подожди, кот. Во-первых, слезьте, нельзя здесь лежать. Слезай, слезай. Во-вторых, аккуратно. Потому что... Ты можешь мне на кнопочку нажать. Все, вот там, вот тут лежи на коврике. Все. Но сначала... Так. Выбери раздел для заполнения документов. О, ну-ка, я хочу убрать пенсии и пособия, посмотреть, что она скажет на этот счет. Пенсии и пособия. Ты уверен, что тебе нужен этот раздел? А тебе нужен? Ну это ж ты мне его предложила сама. Да, он есть в списке необходимых пунктов для заполнения документов. Но мне это очень не нравится. Давай как-нибудь его пропустим. Ну, ты же сказал. Да, как скажешь. Попустить его нельзя. Вроде как нельзя. Но, может быть, можно просто. Можно что-нибудь. Наверняка же можно. Хватит. Сколько можно? Давай уже быстро пройдем этот раздел и забудем. Ладно. Что за хуйня? Какого черта? Может быть, мы все же как-нибудь обойдемся без этого раздела. Да мне вообще плевать, если честно. Давай без него. Что она прям приуныла, блядь. Без него вроде бы и нельзя. Ну, если бы ты знал, как я его ненавижу. Почему? Есть разные причины. Ладно, забей. Просто нажми на эту кнопку. Да, сука, блядь. Она издевается. Прекрати. Дай мне уже нажать на кнопку. Прости, пожалуйста. Со мной что-то не то сегодня. Вот, пожалуйста. Сука, ты блядь. Хватит. Послушай-ка меня. Нет, это уж ты послушай. Иногда девушка не может делать все, что ты хочешь. Сдалась тебе эта кнопка. Почему ты не можешь просто забить? Пойти мне навстречу хоть раз. Навстречу? Хоть раз? Да мне вообще плевать на эту кнопку. Это ты мне сама навязала этот раздел. Я просто хочу получить свою альтушку. Да как ты смеешь? С приличной девушкой в подобном тоне разговаривать. Хам! Бля, реально бабка. Альбина Сексова, конечно, делает вещи. Все, блядь. Альбина Сексова уехала. Вот даже по-любому есть другой вариант. Наверное. А где кнопка? О. Игра продолжается. Какая кнопка? Ну, про пенсион. Не понимаю, о чем ты. Она мою пенсию забрала, блядь. Дурочка, не прикидывайся. Ладно, пофиг. И ты так и спустишь. Все на тормозах. Тут же что-то явно не чисто. Давай просто забьем, ладно? Так, популярные услуги. Что там есть? Популярные услуги. Ты знаешь, я и сама своего рода популярная услуга. И какого рода услуги ты предоставляешь? Самые разные. Ох, блядь. А что именно тебя интересует? История. Какая именно? Сейчас чаще всего я думаю о Римской империи. Блядь. Даже эту хуйню вкрутили. Великое было государство. Бля, классика, кстати. Мужики реально когда-то думают о Римской империи. Даже для меня. Я, конечно, жила при империи. Ну, почти. Да, да, это бабка. Ну, я говорю, типа, это было очень легко пробить по озвучке и по тому, как она разговаривала. Но так или иначе, я все еще могу рассказать тебе целую кучу историй. Уверена, ты никогда в жизни не слышал ничего подобного. Да ну? Интересно, чего она может такого рассказать, чего ты не видел? Блядь, Вторую мировую? Ну, да. Так вот, к примеру, мой второй муж. В смысле второй муж? Сколько тебе вообще лет? Да какая разница? Разве это имеет значение? Ну, вообще-то имеет. Фу, грубиян. Для меня вот важна личность человека. Неужели ты судишь людей только по внешности и возрасту? Не учитывая, о, возраст, опыт. Особые умения. Какие еще особые умения? Посуди сам. Разве эти двадцатилетки стоят хоть что-то в постели? Ну, блядь, слушай, базаришь, базаришь. В лучшем случае будут фальшиво стонать. Ну, скорее всего, просто будут лишать бревно, позволяя любить их. Мне кажется, такому человеку, как ты, нужна опытная. Слушай, ты базаришь реально, блядь, реально в натуре базаришь, блядь. Которая может такое, о чем ты и представить не мог. Блядь, ты в натуре базаришь, блядь. Например, что? А вот заполним все документы, тогда я приеду к тебе и сама все покажу. Блядь, найс! Звучит неплохо. Твоображение рисует крайне соблазнительную картинку. Это хрупкая девочка со странным голосом. Кстати, что у нее с голосом? Приболела, наверное, да. Эта девочка будоражит твое воображение. И что, совсем недавно ты ничего не знала, нет. Теперь всей душой желаешь вашей встречи. Чем морщинистый изюм, тем он слаще, блядь. И пускай, что она на 2-3 года старше других. Да, да, на 23, блядь, на 32. В конце концов, она права. Опыт в таком деле самое главное. Касатик, блядь. Касатик, что это вообще за слово? Заткнись уже. Хоть кто-то видит меня настоящего. Настоящего? Ты, наверное, и в Деда Мороза до сих пор веришь? Да замолкни ты хоть на минуту. Буду говорить весь день. И ничего ты сделать не сможешь. Ты чего? Окей. Давай не будем просто заполнять этот раздел. Если тебя он так выводит из себя. В конце концов, в нашем возрасте уже пора беречь. Да, спасибо большое. Ой, блядь. Земля и дом и здоровье. Семья давай, ну-ка. Семья. Нельзя отворачиваться от семьи. Даже если она отвернулась от тебя. Бля, бабка старая сидит просто. Мудрость жизненно лечит. Где-то я это уже слышал. У тебя есть семья, Осков? Есть, то есть была. Так есть или была? Была. Сейчас, грубо говоря, уже никого не осталось. Что с ними случилось? Родители умерли с разницей в год. Сначала мама долго болела. А когда ее не стало, папа зачах буквально за год. Не хотел жить без нее. И это вся твоя семья? Неужели у тебя никогда не было любимой женщины? Была. И где она сейчас? Я, я не... Можно мы не будем об этом говорить? Я, кажется, все еще не готов. Ладно, как скажешь. Если это тебе... Ну ничего, ладно, сейчас бабка нас розетта раздуплит. Спасибо. По-настоящему семью начинаешь ценить, только когда кто-то уходит навсегда. Из твоей или своей жизни. Я тоже недавно потеряла близкого человека. В том числе, и поэтому я сейчас здесь разговариваю с тобой. Пока мы непринужденно болтаем, я забываю о реальности. Кто бы мог подумать? Интернет. Да. Сеть такая большая, но мы все равно чувствуем себя в ней одинокими. Знаешь, я рад, что выбрал именно тебя. Я не ожидал, что малолетка-неформалка будет такой умной. И что мы найдем общие темы. И общие травмы. И общие травмы. Я рада, если смогла хоть немного тебе помочь. Ведь я тоже слишком хорошо понимаю, что такое одиночество. А какая тема была у раздела? Не помню, кажется, семья. Да, семья. Да. Ну что, как думаешь, можно считать, что мы заполнили этот раздел? Разве что заполнили его своей болью и горем. Пиздец, подводочку разговора, реально подводочку, блядь. Думаю, это тоже считается. И то верно. Так, земля и дом здоровья. Здоровье. Ох, здоровье. Бля, сука, это пиздец. Не знаю, как для тебя, а для меня это самый важный раздел. Почему? У тебя какие-то проблемы? Ну что значит проблемы? У кого их нет в нашем возрасте? В смысле в нашем возрасте? А что не так с нашим возрастом? Ты же вроде совсем молодая. Какие у тебя могут быть проблемы? Другое дело я. У меня и спина все время болит. И с желудком проблемы. О, как я тебя понимаю. То есть я хотела сказать. Ничего себе. Как трудно жить после 30, 40, скольки лет? Не важно. Не важно, а так не важно. Кстати, когда ты последний раз проходил деспансеризацию? Да зачем она мне? Деспансеризация очень важный момент в жизни каждого гражданина. Ну все, начались опять скучные бюрократические заходы. Ну, в поле свечата пишут, я бы ей в рот дал. Так пойди к бабушке своей сходи, блядь. Считай то же самое. У меня один друг забил на деспансеризацию. А потом просто по лестнице поднимался и сердце не выдержало. Все ночь в подъезде пролежал, пока утром его почтальонша не нашла. Остехондроз, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. Ну понятно, да, она все болезни знает уже, блядь. Суставы, катаракта, сердечная недостаточность. А там недалеко и до Паркинсона или Альцгеймера. Беречь здоровье надо, регулярно привляться, вот что. Но это ж вроде как стариковские болезни. Ничего подобного, риски растут уже начиная со среднего возраста. Да и вообще, что угодно может произойти, с кем угодно. Окей, но сейчас-то ты от меня что хочешь? Онлайн на государственном сайте, что я могу сделать? Как минимум записаться на диспансеризацию. Ее проходит раз в 4 года, но если ты пропустил последнюю, можешь писаться в текущую. Хочешь, я запишу тебя прямо сейчас в районную поликлинику? В принципе. Будет в поликлинике сидеть, блядь, в очереди с бабками. Стоп, а откуда она знает, в каком районе ты живешь? Стоп, а откуда ты знаешь, в каком районе я живу? Я собиралась записать тебя по месту прописки. Я не знаю, в каком районе на самом деле ты живешь. Могу посмотреть твой примерный адрес по IP. Но только если ты сам разрешишь. У нас тут с этим строго государственный сервис, сам понимаешь. Так что, записать тебя на прием к районному терапевту Смирновой ЛА? Ближайшая дата есть послезавтра. 14.00. Ну запиши. Устроит? Блядь, ну запиши, ладно. Вот и молодец. Поверь мне, ты не пожалеешь. Она терапевт, что ли, блядь, районный? О, земля и дом хороший раздел. Конечно. Ведь тебе уже нужно привыкать к земле. Мне? Да уж точно не мне. Мне к ней не привыкать. Землевладение и земледелие – основа здорового общества. Да нет, это основа аграрного общества. А наш текущий разговор был бы просто невозможен без общества индустриального. Вот так. У тебя есть земля, господин Скуф? Нет. Да не то, чтобы. Есть вот эта квартира, она мне от родителей досталась еще. А земля, загородный домик, фазенда? Хотя бы небольшая дача в садоводстве. Нет, к сожалению, нет. Не расстраивайся. У меня есть небольшое хозяйство в пригороде. Блядь, буду там работать. Конечно, это стандартный, шесть соток, домик простенький, деревянный. Но мы недавно с... Недавно мы провели туда воду и газ. Круто. Удобства все еще на улице, но зато район хороший. Речка, сосновый бор. Пиздец. И восьми меня, конечно, завлекают. Пусть у нее ягоды, грибы. Ну все, ладно, приеду. Весной все свесет. Приеду, приеду, бабка. Яблони на участке, Антоновка. Антоновка. Кислый, конечно. Но подварение... Просто какой-то хуйню у меня лечат, блядь. Да поехали, поехали. Сидор я люблю. А на чердаке сеновал. Можем залезть с тобой туда и делать все, что захотим. Через окно в потолке видны звезды. Хочешь? Я покажу тебе наши областные звезды. Включая мою личную звезду. Конечно, хочу. Да, конечно. Тогда скорее давай оформим остальные разделы. Я доеду до тебя, соберем рюкзачок, сядем на первую электричку. Да мы и на машине можем, у меня есть. Вау, мужик с машиной. Настоящий мужик. Слышали, чат? Это я, блядь. Можешь мне порулить? Нет. А ты умеешь водить? Ну, скажем так, я хороша в обращении с рычагом переключения передач. Блядь. Если ты понимаешь, о чем я. Урубай пятую. Педаль в пол. Давай уже дальше, красавчик. Ну что? А что? Кажется, мы закончим. Отлично. И теперь ты можешь получить свою альтушку. Ура. Вот так просто. Ну ты же хотел, чтобы было просто, верно? Ну да. Но как-то это подозрительно просто. Есть такое. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Верно? Да. Но иногда, иногда бесплатный сыр, это просто бесплатный сыр. Бесплатно, значит бесплатит. Так что, пришли в свой актуальный адрес, я приеду. Не знаю, что у нас с тобой может получиться. Но знаешь, я в душе авантюристка. Я приеду, а там уже будем распираться. Если мы друг другу понравимся. Но я не из тех, кто ждет третьего свидания. Если ты меня понимаешь. Так, в смысле, если понравимся? Я же должен просто получить альтушку бесплатно. Какая мне разница, понравлюсь я тебе или нет? Главное, чтобы ты мне понравилась. И мне. Фу, грубиян. Теперь я понимаю, почему ты сидишь на этом сайте. Кажется, мама совершенно не научила себя хорошим манерам. Ничего, ничего, бабуль, приезжай, сейчас будем изюмчик кушать. Но знаешь что? Я думаю, что сама справлюсь с этим. Так что? Чешканешь адресок? Зачем ей нужен твой адрес? Это же эти, как ишь, персональные данные. Вдруг она это пранкерша. И будет тебе постоянно пищу заказать. Сейчас хурма будет рот ввязать. Будет заказывать, съем. Но ты, пожалуй, прав. Знаю я, что бывает, когда даешь адрес какой-нибудь малознакомой леди. Больше я на такое не попадусь. Или попадешься. Или попаду. Тьфу, не сбивай меня. Так что ты решил? Даешь мне адрес, и мы продолжаем с тобой? Хм, романтическую линию. Или можешь вернуться и выбрать себе послушную дурочку. Вместо роскошной богемной львицы. Что ты выбираешь? Будь внимателен. Другого шанса у тебя не будет. Да, бля, не, я согласен, конечно, бля, я согласен. Бери мой адрес. Давай, прикатывай, бабуль. Наконец-то я смогу поехать хоть куда-нибудь. Хотя нет, не куда-нибудь, а к мужчине. Ах, если бы ты знал, как я соскучилась по мужскому вниманию. Это когда заходишь на свинг BDSM форум, а там у какой-нибудь женщины написано в профиле «В сексе нравится разное». Так вот, эта женщина я. Пиздец, куда я попал, блядь? И я очень соскучилась по-разному. Окей. Ну что, я выезжаю к тебе? Ну давай, выезжай. Нет, я так не могу, прости. Ну что, опять, уважаемая? Что? Что такое? Похоже, она дает заднее. А я-то уж надеялся, что заднее. Бабуль, ну ты еще, блядь. Я не могу тебя обманывать. Вся эта история с альтушками была с самого начала нечестной. Я не понимаю. Понимаешь? Я не та, за кого себя выдаю. Да? Как это возможно? Я думал, что это просто сервис знакомств? Симулятор свиданий? Что-то в этом роде? Или это вообще просто компьютерная программа? Тогда как ты вообще можешь ко мне приехать? И уж тем более, как можешь выдавать себя за кого-то другого? Что за бред? Ты не понимаешь. Да уж, куда ему? Не все так просто. История с этими альтушками очень запутанная. Часть из них просто рабочие алгоритмы. За некоторыми скрываются реальные люди. Каждый из которых преследует свою цель. Какую? Не могу сказать точно. Просто потому что не знаю. А у тебя какая цель, изюмчик? Запомни главное. Алиса всегда врет. На что ты говоришь? Почему я должен тебе верить? Пока что у нас только твое слово против ее слова. Безусловно, ты прав. Алиса это страшный человек. Она больная на голову. И она не остановится ни перед чем, чтобы удовлетворить свои безумные фантазии. Звучит супер. Просто поверь. Я не знаю точно, кто скрывается за этим именем и образом. Но знаю точно, что это очень плохой человек. Я тебе не верю. Может быть, ты просто скамер или вредоносная программа. Бабульная программа. Прошу тебя, поверь мне. Мне стыдно, что я притворялась. На самом деле, я не выгляжу вот так. И я немного... Ладно. Значительно старше, чем ты мог подумать. Но это мы уже поняли, да? Дело в том, я была близко знакома с человеком, который... Илюха, привет. Поздравь, пожалуйста, Дашу с днем рождения. Она к тебе мит энд грит покупала. А я хочу приятное человеку сделать. Тогда вот заходи к альтушкам. Даша, за рождение тебя. Поздравляю, всего самого лучшего. Желаете, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы все было супер. Мне почему-то кажется, что ее сын создал этот сайт. И всю систему скуп-услуг. И конкретно этот проект по государственному заказу. Мне кажется, что ее сын создал этот сайт почему-то, блядь. Так получилось, что он в некотором роде оставил мне их в наследство. А, значит, ее муж, блядь, ведьма бывший. Ну, не совсем их доступ в систему. Я смогла обрести новую виртуальную жизнь. Мне просто хотелось найти нового спутника жизни. И было так одиноко. Я создала образ этой альтушки. Эх, блядь. Мужики ведутся на красивую картинку. Я надеюсь, что смогу найти таким образом родственную душу. Но проще найти жену на сайте с эскортницами. Чем встретить своего принца на белом коне, носков-услугах. ДАС. Ну, знаешь... ДАС. Я тут подумала, что нужно просто умерить амбиции. Как говорится, лучше синиться в руке. Может, у нас что-то и получится. Не знаю, если у нас общие интересы. Да и ты обо мне ничего не знаешь. Но, пожалуй, я за живое общение. Если я тебе не понравлюсь, это, конечно, будет обидно. Ну, что ж поделать. Это жизнь. Она полна взлетов и падений. Но важно подниматься и идти дальше, верно? Да. Так что я приеду. Надеюсь, ты не против. Да уж ситуация. Да приезжай, бабуль. Как думаешь, поверим ей? Я не знаю. Можно попробовать. Что мы можем потерять? А ну, как минимум здоровья, а? Как максимум всё. Ты драматизируешь. А ты дурачок. Чёрт с ним. Иду ва-банк. Приезжай, бабуль. Всё на зеро. Это, кажется, другая ветка. А я не могу отказаться. Просто от неё можно ещё участок получить, типа. Нет, я же говорила на прошлом поворотном моменте, что выбор изменить будет нельзя. А, да, точно. Тогда ладно. Всё, короче, пофиг. Приезжай. Хорошо. Надеюсь, ты не пожалеешь. Как говорится, бри... Хм, бороду и ноги я уже в дороге. Так, где моя бабуля? Когда Кира приехала к Шкуфу, то сказать, что он удивлён, значит, было ничего не сказать. Она оказалась... Ну, она ещё ничего, кстати. Я думаю, что она вообще бабка приехала. Чем он представлял? Значительно старше. Однако, пороскинув мозга им... Нормально, нормально, пойдёт. И перекинувшись с Кирой пару слов, Шкуф понял, что она человек широкой души, добрая, Умная женщина, С которой он может... Помедленно читает, блядь. Спокойно провести много лет. Кира же, в свою очередь, приняла... Супер, мне кажется, заебись. Шкуф таким, какой он есть. Со всеми его недостатками. Хотя и пыталась... На самом деле, нам повезло, ребят. Очень хорошая концовка такая. Звуки его. К лучшему. Ну, в меру своих сил. Они поклялись друг другу, что будут вместе. А куда смерть не разлычит их? То есть, по правде сказать, не так уж и долго. Но, тем не менее, думаете, это неправда? Вы ошибаетесь. Чего там залип опять за своим компуктером? Блядь, но бабка не грузи. Руки мои, быстро иди есть. Ну, мам. Борщ стынет. Да, дорогая, прости, пожалуйста. Да супер вообще, она и готовить умеет, все умеет. Вообще, шикарная женщина. Уже иду. Что такое? Что? Что такое визуальное? Что визуальное? Еще раз. Нормально, слушайте. Нормально, хорошая концовка такая. Хорошая бабка. Так, в каком роде? Так, давайте мне. Здоровь. Дальше. Так, давай мне побольше про них. Сейчас выберем девчонку, у которой розовые волосы. Сейчас Нюша мне тоже даст штуку. Не, ну, кстати, бабушка вообще норм. Не знаю, типа я ожидал, что там пиздец какой-то будет. А так-то вообще нормально. Вообще, пушка, она и готовит, и все вот это. Вообще, хорошая концовка, блядь. Нюша, давай. Ого, хоть кто-то выбрал меня. Да вроде все как-то я, блядь, молодая моя подруга. Я с бабкой только что потусил, теперь будем с тобой, бля. Ебать-то охуеет сейчас от меня. У меня, бля, хуй здоровый, я скуль, бля. В смысле хоть кто-то? А что с тобой не так? До нас вообще редко доходит дело. Все останавливаются на этих трех расхайпованных дурах. Суки. Которые здесь только для того, чтобы поторговать лицом. Одна из них даже на всех иконках засветилась. Ну, ненавижу, почему не я? Эх, ничего, подруга, скоро ты будешь со мной. Я же ничуть не хуже. Так-так, погоди. Она какая-то длинная. Ее алинарино звучит. Круто? Осторожнее, братан. А о чем ты вообще говоришь? Кто эти они? Первая тройка. Золотые девочки, которым всегда все достается. Блядь, ну я хуже всех, блядь, там военком. Ну, короче, нормально. Я с ними нормально потусил, блядь. Ой, блядь, ну да. Ладно, забей. Давай просто быстро оформимся, чтобы ты хотя бы здесь мог получить свою альтушку. Давай. Что? Что ты имеешь в виду? Девка так-то лит энерджи, блядь. Твои слова до бога в уши. В смысле только здесь? Неважно, просто забей. Мне кажется, другие девочки просто не ценят все возможности, которые дает им работа на этом сервисе. Конечно, ведь они такие идеальные. Еще чего. Они даже не понимают, насколько сильно будет ценить их Скуф, если они решат быть с ним. Угу. Все эти тощие красавчики в модных шмотках такие легкомысленные. Да, я то же самое говорил. Они могут выбрать любую девчонку и поэтому раскидываются ими направо и налево. Да, такие, блин, как мы, чат, у нас вообще шансов нет. Не понимая, что пройдет 10-15 лет, и они сами получат уведомления о принудительной регистрации на Скуф-услугах. Ничего себе начало. Окей. Ладно, давай начнем уже. Мы же собрались здесь, чтобы выписать тебе альтушку, верно? Ага. Ну да. Значит, будет тебе альтушка. Ура. Немного бюрократии, и я приеду к тебе. Отлично. А как, кстати, доставляют альтушек? В коробке. Блядь. Наверное, если ее пришлют в коробке. С проделанными дырками, чтобы не задохнулась. Надеюсь, они догадаются положить туда какую-то еду. Да, почта не всегда работает быстро. Процесс доставки тебя не касается. Не понял. Главное, что ты получишь то, что тебе нужно. Разве важно, как именно? Ну, мне побыстрее будет. Мы же работаем на результат. Верно, Скуф? Ну да. Верно. Тогда начнем? Давай. Выбирай категорию. Так, ну давай квадраты? Какие нахуй квадраты, блядь? Что? Какие еще квадраты? Почему на государственном сервисе вообще есть такой раздел? Что за квадраты, блядь? Хм, и правда, раньше я его почему-то не замечал. Никто его не замечает. Как нахуя это? Мало кто читает, что написано в разделах до тех пор, пока ему срочно что-то не понадобится. На самом деле на этом сервисе спрятано очень много интересного. Так. Чего-то такого, о чем обыватели даже не подозревают. А что за квадраты, блядь? Например, раздел квадраты. Так. Зачем он? Так. Если честно, я и сама не знаю. Блядь. Другие девочки вообще боятся заходить туда, хотя он есть в базовом списке заявки на альтушку. Но они просто игнорируют его. Может быть, это иррациональный страх низких полигонов? Ну что до меня? Мне уже нечего терять. Ну? В смысле? Почему это? Да ты только посмотри на меня. Да заебись, все модно. Кому я вообще нужна? Мне, конечно. За всю историю сервиса еще ни один скуф не выбрал меня. Я тебя выбираю. Меня, меня вообще здесь быть не должно. Да что ты такое говоришь? По-моему, ты очень привлекательная девушка. А по-моему, она на всю голову отбитая девушка. Я бы на твоем месте свалил. Пока не поздно. Свалил? Куда? Я же и так дома. Максимум, что я могу сделать, это выключить компьютер. А это я и так всегда успею. Мой компьютер всегда со мной. Базар. Ну, фу-фу-фу-фу. Ну, как знаешь, как знаешь. Алло. Ты чего залип? Вообще меня слушаешь? Да, что за квадраты? Я не залип. Слушаю тебя внимательно. А слушаешь? Тогда что последнее я сказала? Меня вообще здесь быть не должно. Вот это она сказала. А ты молодец. Вот это она сказала, блядь. Нихуя, у меня память хорошая, а? И правда меня внимательно слушаешь. Ну да, блин. Я же, блин, ну, чинозас. Если честно, не ожидала. Ты хороший мальчик. Спасибо. Ну, или кто-то там. Я скуф. Хороший дяденька. В любом случае, ты достоин награды. Ура. Спасибо. Наверное. А что за награда? Так, давай зарегистрируем паспорт. Еще одна стандартная процедура. Не понимаю, зачем они ее везде пихают? Ведь паспорт у тебя точно есть. Без паспорта ты вообще не смог бы жить. Разве это так важно? Само собой. Ты знал, что паспорт привязан ко всем твоим банковским счетам и номерам телефонов? Да. Один мой знакомый как-то раз потерял паспорт, но не знал об этом. Выронил где-то в аэропорту на досмотре. Да так и улетел в другую страну. А потом его паспорт передали ментам как утерянный. И через три месяца аннулировали. Тут-то у него и началась веселая жизнь. Правда веселая? Блядь, толбоеб. Даже мне очевидно, что это сарказм, дубина. Придурочный, блядь. В общем, в какой-то момент ему начали блокировать все банковские счета и телефонные номера. А внутренний паспорт можно получить только при личном посещении отдела полиции по месту жительства. Неудобно получилось. Я потерял паспорт, это пиздец на самом деле. Я его еще быстро восстановил, мне повезло, но это такая ебли с гребли, это кошмар, блядь. Так что, если бы твой паспорт был не в порядке, ты бы сразу про это узнал. Не понимаю, зачем эту категорию оставили тут до сих пор? Знаешь, куча всего остается просто потому, что одни дебилы это один раз добавили, а другие повторяют до упора. Как там говорится? Нет ничего более постоянного, чем временное. Звучит. Альберт Джейнок. Кто? Я кук? Я не помню. Кто? Я знаю только Джейнок. Джейнок. Я посрал нормально. Философ и либертарианец начала 20 века. А что такая умная, блядь? А тысков часом не либертарианец? Нет, я стримбер. Что такое либертарианец? Она, наверное, имела в виду обезьянец. Какой еще обезьянец? Нет такого слова. Все понятно, проехали. Давай лучше разберемся с адресом регистрации. Я тупой, блядь. Куда будем доставлять альтушку? Ко мне домой по прописке. По прописке? Или по фактическому адресу проживания? По прописке. По фактическому. Ой, блядь. Адрес регистрации и фактический адрес совпадают? Нет. Ну, судя по всему, нет, не совпадают. Хорошо, тогда введи, пожалуйста, свой настоящий адрес. И альтушка будет доставлена куда нужно. Вводи внимательно, не ошибись. Дружище, мне кажется, у меня какая-то, блядь. Здесь снова какой-то подруг. А, как-то слишком, блядь, меня напало, нахуй. Не верю я ей. Я не хочу уводить адрес. Почему ты не можешь просто приехать? Куда? Куда я приеду, если я не знаю адреса? Ну, блядь, разум, сука, разумно, блядь. На улицу Пушкина, дом Колотушкина. Ну, ладно. А почему тут для Чеш-5 вариантов настоящий адрес и вымышленный адрес? Ну, я ввижу, я введу настоящий, вымышленный всегда мы успеем посмотреть. Ну, всегда успеем посмотреть настоящий. Короче, вы поняли, настоящий. Спасибо. Если честно, я никак не могу проверить, настоящий это адрес или нет. Ну, пока не приедешь. Вернее, могу, но не буду. Но знаешь, мне от этого ни горячо, ни холодно. У меня во всей этой истории свои интересы. Да, какие? Не все сразу, красавчик. О, красавчик. Что-то, походу, у меня сейчас пизда будет. Она должна быть с кем-то тебя перепутала. Или просто слепая. Так, да, штрафы налоги. Что вообще забыли в этой категории? На что будут штрафовать? Это уже ты мне скажи. Если тебя есть за что штрафовать, то, конечно, штрафуют. Блядь, она полицейский, что ли? Я что-то понять не могу. Кто она, блядь? Она не военком. Военком уже было. Она какая-то полиция. Что-то такое, блядь. Почему иногда? Привет, Илья. Передай привет моей жене, она часто тебя смотрит. Спасибо большое, Кузя. Я привет не передаю, сори, но... Респект. Серьезно. Есть ли у тебя какие-то правонарушения, о которых неизвестно государству? Блядь, кто она, нахуй? Она что-то связанное с полицией, блядь. Потому что большая часть автоматически подгружается в этот раздел. Что она много знает. Но если тебе где-то удалось избежать ответственности, и властям об этом станет известно, Ты сразу же лишишься права получить свою альтушку. Поэтому лучше признайся сам. Что-то из-за этого, блядь. Как известно, чистосердечное признание смягчает вину. Блядь, она... Вот я говорю, она что-то из полиции. Типа, реально, какой-нибудь прокурор-следователь, блядь. Следовательно, она следак, наверное. Оплатишь штрафы со скидкой 50% и будешь спокойно жить дальше. Короче, что-то связанное с полицией, блядь. Подумай хорошенько. Какие за тобой водятся грешки? Так, абсолютно беззвечных людей не бывает. Каждый из нас хоть раз в жизни нарушал закон. Сознательно или неосознанно? По мелочи или всерьез? Так или иначе? Что я где-то мог сделать... А что я где-то мог сделать не так? Вроде бы не убивал, не воровал. Ну, блядь, меня нехуй взять, потому что я уже взрослый, я отслуживший. А, нет, ну, военком приходил ко мне почему-то. Ладно, по-другому. Это попробуем. Квартира у меня досталась от родителей. Квартира у меня своя. Машина у меня своя. Паспорт у меня есть. В целом я живу. Цвет у меня работает. Вода и работает, хоть и горячий отключили. Значит, я плачу налоги. В целом меня не за что въебать, поэтому я могу не бояться. Вернее, сказать очень давно не прелюбодейся. В целом меня не за что въебать. Ну, поощущениям. Кажется, 10 заповедей имеют мало общего с кодексом в административных правонарушениях. Так что ж там было? Возможно, пару раз перешел дорогу в неположенном месте. Разок-другой привыкалась там, где парковаться запрещено. Бывало мог дёрнуть пивка в общественных местах. Ну, кто так не делал? Все так делали, блядь. И после этого грешным делом нанести урон чужом Ану. Вот это уже пиздец. Ну, может быть, пару раз было что-то такое. Пару раз. А что именно? Пожалуйста, уточни. Это очень важно. Блядь. За что меня сильно не въебут? Ну, за первое или второе меня сильно не въебут. За остальное штраф побольше будет. Давай первое. Первое самое такое, типа, самое, ну, не страшное. Потому что это пиздец вообще полный. Это тоже, блядь, такое первое. Ты и правда купился? Мне всё равно, когда ты где там пьяный дебоширил. Ах ты тварь, блядь. Неужели ты думал, что я мусорнулся и стукану на тебя властям? Да. Да у них в системе даже нет такой функции, чтобы добровольно заявить о собственном правонарушении. А-а-а. Кто вообще в здравом уме станет стучать сам на себя? Да хули ты, блядь, меня разводишь, блядь? Короче, я просто тебя разыграла. Блядь, угар. Вообще не смешно. Натуре. Да, по-моему, смешно. Блядь, чуваки, я реально скуф. У меня мысли, как у скуфа один в один, блядь, у этого. Он как ты нервничал. Блядь, я реально сидел и рассуждал. Пиздец, блядь. Кошмар. Всё уже, блядь. Приехали. Нет у тебя никаких штрафов. Отлично. Как и препятствий для получения своей законной альтушки. Супер. Впрочем, минутку. Кажется, у тебя всё же висит какой-то штраф. Блядь, я оплатил штраф, кстати, который мне приходил на тачку. Ну-ка. Секунду. Сейчас на госуслуги зайду, блядь. У меня реально отыгревать. У меня штраф приходил, я не помню, оплатил я его или нет. Так, ну-ка, оповещение. А, блядь, в натуре. А, не, я его оплатил. Не, всё нормально, я всё оплатил. Да, за парковку в неположенном месте. Да, они на это хуйня всё полное. Не может быть. Мне ничего не приходило. Ещё с прошлого года. Ого, его уже передали в суд, и теперь им будут заниматься судебные приставы. Блядь. Неужели тебе не приходили никакие уведомления? В госуслуги, блядь, там приходится смс-кать. Вроде бы. Чё вы ржёте надо мной, блядь? Я реально, ну, типа, в госуслугах мне приходит штраф, я их оплачиваю. Чё вы ржёте, блядь? У-у-у, уже даже постановление о решении суда есть. Теперь тебе надо будет... Блядь, это хуёво, надо будет в суд явиться, потом всё равно штраф оплачивать, он ещё и без скидки будет. Заплатить штраф в тройном размере? Да, блядь. С какого перепула? А потому что нехуй, надо было со скидкой оплачивать, когда он только пришёл. Причём постановление подгрузилось в твой личный кабинет буквально, пока мы с тобой разговаривали. Ну, это, кстати, пиздёж, такого быть не может. Тебе очень повезло. Ну ладно, может быть. Если бы мы не заметили штраф прямо сейчас, тебе бы заблокировали все счета. Да, блядь, за один штраф это полная хуйня, такого быть не может. А чтобы разморозить их, тебе нужно будет лично принести все чеки и квитанции. Да это полная хуйня, такого не может быть за один штраф, ебаный. Конкретно твоему судебному приставу. Но у него огромная очередь из таких же непутёвых скуфов, как ты. Ты пиздабол, такого не может быть за один штраф, блядь, с парковкой, такого не бывает, нахуй. Такого, блядь, не бывает. Ты этот штраф всё равно должен оплатить, типа. Ну, как бы, ладно, даже если его передадут в эту хуйню, ну, блядь, ну, не может быть, чтобы тебе счета заблокировали за одного штрафа, блядь. И куковал бы ты без банковских счетов несколько недель. Бред, ебаный, неужели это реально так работает? Прямо сейчас можно оплатить всё в добровольном порядке. Да, вот, давай, поехали. Конечно, уже без скидки в 50%, но и без блокировок. Пизда, сколько там штраф за парковку, блядь, косарь, полтора, кто помнит? И поэтому штраф большой, блядь. Без скидки, пиздец, его оплачивать заебёшься, нахуй. Больше? Пятёрек? Бля, пиздец, без скидки такой штраф. Не, я, честно говоря, не помню, какой там штраф за парковку, но... Я знаю штраф за нарушение правила разметки и за превышение скорости. Такие штрафы я знаю, я их всегда оплачиваю со скидкой, потому что я ебал в рот оплачивать их без скидки, это пиздец дорого. Это уже весьма неплохо, да? Наверное. Она нам сейчас оплату штрафа рекламирует, как что-то классное. Ну, блядь, сам же накосячил, она это со скидкой оплачивает. Да, совсем с ума сошла, девка. Давай, я помогу тебе всё оплатить и отправлю документы автоматически. Давай, давай, давай. Просто введи номер своей карты. Что-то мне, это напоминает. Чего ты ждёшь? Счета могут заблокировать в любой момент. Ну, блядь, у вас вариантов нет, давай. Ох, не нравится мне всё это. Спасибо, подгружаю данные. Ещё немного. Чё, наебалово? Хулинар ржёт, блядь. Блядь, меня наебали на бабки. Чё, почему? Курья, видела там у шефа почти три ляма. Круто. Будешь троллить его, как когда-то троллили Денису и Таху. Не, мне похуй, типа, я зову ворот, пусть сапнет три ляма без вот этой хуйни всякой. Боже, ты такой наивный. Блядь. Даёшь номер своей карты каждому первому встречному. Но ведь ты, вроде как, государственный сервис, которому можно доверять. Повезло тебе, Скуф, что это я, а не кто-то другой. Нет на тебе никаких штрафов. Блядь, хватит меня пранковать нахуй, сука. Я ещё раз тебя разыграла. Если бы ты только знал, как скучно сидеть на этом сайте круглыми сутками. В ожидании всяких таких вот... Ну, хотя бы, вроде, не наебала пока. Которые в итоге ещё и выбирают не тебя, а этих швабр с первой страницы. Ладно. Просто будь внимательнее на будущее. О, она меня не обманула, она хорошая. Не передавай номера своих карт и персональные данные кому попало. Хорошо, извините. У тебя могут с лёгкостью угнать твои аккаунты и деньги. Извините, пожалуйста. Давай продолжим. Давай. Блин, простите меня, пожалуйста. Она крутая, она молодец. Семья. Эх, семья. Все говорят, что семья это самое важное в жизни. Может, я ещё не доросла до этого понимания, но я не чувствую ничего. Ничего хорошего при упоминании моей семьи. С другой стороны, что такое семья? Это люди, которые просто связаны с тобой похожим генетическим кодом. Да, это... Ну, я был спермой. Или люди, с которыми ты проводишь всю свою жизнь. Люди, которые близки тебе по духу, мыслям, привычкам. Например, твои родители, братья и сёстры, это твоя семья по крови. Да. Но если ты находишь в себе кого-то близкого... Да, Доминик Торетто. И он или она становится тебе самым дорогим человеком? Да, Доминик Торетто. Хотя общих генетических цепочек у вас практически нет. Да, Доминик Торетто. Ну, скорее всего... Да. По базовым моральным нормам. Угу. Верно, старший братик? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Шучу. Заебал это пранковать. Ты уже приезжай давай, чтобы я свой скуф, блядь. Да, они, похоже, тут все конченые. Мы документы заполнять будем или нет? Заебала уже, реально. Да будем, конечно, будем. Нужно проверить твое семейное положение. Блядь, холост. Ведь если ты уже женат, твой приоритет на выдачу альтушки автоматически... Я холост, у меня никого нет, блядь. У меня есть кусок пиццы сухой на кухне. Это как, знаешь, нужно обеспечить доступным жильем сначала тех, кто живет на улице. Итак, скуф, ты уже женат? Нет. Уже нет. А, я был женат. Уже? А, впрочем, это не мое дело. У тебя есть дети? Нет. Ух. Ну, где-то на салфетке на кухне. Можно мы не будем говорить об этом? А что, есть? Это... это довольно больной вопрос. Почему? Потому что ты так и не собрался завести детей. А, нет, у меня нет детей. Ха-ха. А теперь чувствуешь пронзительное одиночество долгими зимними вечерами. Да, блин. Или она забрала детей после развода, и ты... И ты больше не можешь видеться с ними. Или же... Нет, не может быть. Давай просто закроем эту тему. Короче, понятно. У меня нет ничего. Если от ответа на этот вопрос зависит, получу ли я альтушку, то, знаешь, я скорее перебьюсь без альтушки, чем отвечу. Как всегда. Ох. Ну, блин, я грустный, скуф. Прости, я... Я не хотела. Я понимаю, семья, это не всегда просто. Да. У меня тоже недопонимание с... С сестрами, скажем так. Если честно, вопрос про детей необязательный. Блять, заебала. Главное, это жена ты или холост. Я холост. И, как я вижу в актуальных документах, ты холост. Да, у меня нет жены. А что у тебя с сестрами? Слушай, давай мы заполним все документы, а потом я тебе расскажу. Давай. Если тебе все еще будет интересно, лады? Мне интересно, да. Лады. А девчонка не так проста, как кажется. По бюрократии у нас все. Ура. Уже? Хм. Как-то очень быстро. Ты точно ничего не забыла? Да какая разница. Вообще плевать. Чего? На что тебе плевать? На всю эту систему выдачи альтушек. Во-первых, не понимаю, кто вообще может на такое повестись. Блять, ну я. А во-вторых, я это все в рот... Все это в гробу видала, вот. Меня вся эта убогая система бесит просто невероятно. А тебя-то почему? Ну, у нас тут тоже внутри есть своя иерархия. Вся слава достается девчонкам с первой страницы. Суки, блин. Я их помню. Что ты имеешь в виду? А, тебе не понять. Мы, скажем так, в некотором роде сестры с Ксюшей и Настей. Угу. Сводные или типа того? Совершенно точно не родные? По матери или по отцу? По красивым глазам. Не наше как. Да, красавица, мои девчонки. Слушай, тут надо дальше пройти в один раздел? И для этого нужно собрать капчу, а я ведь электронная. Ну, у меня лапки. Кто тебе нравится меньше, Ксюша или Настя? Блять, вспомнить бы, кто из них, кто, блять. Кто из них, кто, блять? Ксюша, Эмма, а Настя, это кто? А, Настя, которая этот скам, блять. Ксюша, это военком, а Настя, это этот разводняк. Но мне военком больше нравится, чем разводняк. Разводняк это вообще пиздец. Нужно собрать одну чертову капчу. А я же электронная. У меня с этим совсем плохо. Может, ты мне поможешь? Давай-давай, соберу. Ого! Кажется, нам покажут сиски. Или вроде того. Что за бред? Ой. Так, надо собрать капчу. Блять, тут сука, блять. Настюха, бля, а, бля, Настюха, бля, а, девчонка, бля. это было девчонка ну давай сейчас я тебе все соберу секунду вот сюда нихуя не встала не встала так это сюда это куда то вот сюда это вот сюда О блять у меня сегодня день рождения сегодня отмечаю поздравишь маме покажу хоть и можешь расписаться на страничке конечно спасибо чапулечка поздравлять с днем рождения желаете всего самого-самого хорошего будь счастлива чтобы ты в день рождения праздновал суперски у тебя всегда было хорошее настроение поздравлять тебя с днем рождения все будет хорошо также сейчас ребята секунду так то есть вот это голова сюда body тоже вот сюда а Т μεть ома нихуя тебе вот это да так вот так оба на нихуя тебе блять вот это да так это мы делаем так это куда это что такое это что за так вот так вот так вот так вот так вот так вот сюда вот тоже сделать попку под это немножко подвезли об сюда сюда упал вот так 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 вот подожди секунду так это значит куда это это куда так подождись вот так вот так вот сюда вот что я вот так валять это получается вот сюда болеть так это вот сюда вот тогда делаем это значит попочку это тоже вот сюда это тоже вот сюда это тоже сюда значит мы берем сейчас вот это тогда может вот так что вот оно все встало вот это вот так вот сиську сюда ручку сюда прическу сюда опа все нормально встает он уже давно встал к честно говоря так вот это вот так вот сюда вот это сюда все нормально пошло так теперь нужно понять что дальше так подожди это значит не сюда куда его то дадевать ничего не понимаю этого значит вот так вот вот сюда все супер так значит теперь мы берем вот это убирать вот это так подожди где тут папка то твоя блять не понимаю ничего так что это пятка торчет куда мета а вот все пятка встала нормально так теперь это вот сюда куда-то где-то здесь это должно стоять где-то тут где попка твоя торчит пяточка подождите это куда это вот сюда куда-то да вот все хорошо пятка встала так хорошо так теперь вот это вот куда-то так это тут полукружка должно быть все полукружка встала так теперь мы берем вот эту штуку дает сюда все хорошо так вот это теперь могут сюда все пятка пятку закрепили на из так теперь вот это куда-то вот сюда где-то этого все так это блять и где это здесь да отлично так это сюда вот это значит вот себе и посмотрели на сиськи понятно за время проебал альтушка не уши оказалось идеальные партнерша и для старины скуфа несмотря на ее двойственную природу она всегда находила нужное слово поддержки и одобрения не зря собирал шкуп уважал нюшу прислушивался к ее мнению и даже записался вместе с ней на уроке сальсы знаете чё бля не многовато ли пальцев вот здесь 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 что с ней не так на правда когда оказалось что сальса здесь танец они соус сразу бросил это уже было неважно конечно же нет спасибо это единственное что я не могла сделать сама теперь я наконец-то смогу получить то что мое по праву я буду на первой полосе все будут хотеть меня а я и выбирать меня а я уж выполню спал на свое предназначение но ты ты помог мне я удалю тебя из базы данных спасибо блять никто не заберет тебя ты свободен скуф не доверяй никому не совершай ошибок прощай а давай-ка сходим подышать это верно когда я последний раз из дома выходил и пилка купил светлого светлого старый мельник что такое что я не пал концовки блять так я концовку не понял ухо блять она теперь на первой странице здорово блять так а почему-то теперь настя так розовая тушка умело сочетает бело-розовая одежда она удалила настю нахуй такую пижамку я бы пожарка у теперь текстура другая что даже ну-ка мне интересно что теперь будет если я выберу скажи нах уже блять тебе нравится видео игры очень хороший вопрос гражданин скуф спасибо военкомат отвечу на него по порядок мне не надо к тому же их не хотят чтобы мы обновать а если играть нам есть крепкий если ты игры которые три но в заме время ты чуть мы удал скорее погоди на видеоигры это весело но я не очень хороша в них но мне они очень нравится обычно я смотрю что и вот вы нашелся человек это все было скажи ты они просто к чему заменили все эти часы со мной под пледиком вопрос заткнись я совершенно точно уверена что для скупа который меня есть ничего не будет а я вот готова практически допустим выбираю с какого раздела поебать абсолютно понятно то есть секс отсутствует то есть секса не присутствует понятненько то есть я бы только что играл и прости пожалуй не хотела да иди наху на какой-то ну чтож я и не сомневаюсь бля ребят меня наебали ничего не понял блядь короче в пизду нахуй да 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 так пропуск не все текста нахуй как он я стал до этого варианта не помню блядь второй да погнали на эту за лизу пройдем ебучую бля так узнать больше про лизу а девочка ушла да и хоть мотать блядь выбирая лизу я предвидела что ты выберешь меня так ясно вот эта хуйня астрология всякая понятненько ну значит сейчас мы быстро с ней расстанемся и пойдем спад серьезно но как об этом мне рассказали карты да 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 у нас тут не иначе как сама бабушка ванга бабушка шо-шо чего неужели ты правда веришь в этот бред система карт 2 действительно работает опять баб какая-то блять тело заключена в каждом из нас и вокруг нас колода всего лишь инструмент а я всего лишь проводник поверь я просто проводник по самым ужасным стан что-то мы встанем с тобой впритык и глянем правил в глаза нас не напишет книг не снимут новый сериал ведь я просто проводник по самым ужасным сном я просто проводник по самым ужасным стан вот значит как пусть нагадает тебе 200 тысяч рублей и член 25 что такое персона диос 9 блять что это значит что это значит болеть озвучки а я не шарю ребята не шарю а и правда погадай мне тоже увидим работает твоя магия или нет обычно я беру за базовый расклад не меньше двух тысяч рублей но нас с тобой кажется теперь связывают особые отношения вот так я могу время от времени просто вытягивать тебе карту и трактовать ее это устроит более чем мое мое волшебство ты мой зеркала нам нужно заполнить ряд документов на получение альтуш так и находят и просто нагадай мне что-то надо заполнить это довольно скучно я знаю но чтобы тебе было повеселее я буду вытягивать по одной карте таро после завершения каждого раздела давай давай и спасибо тогда начнем выбирай раздел справки выпуске то сулит нам этот раздел спросим у карт нет глупенький нельзя каждый раз все спрашивать у карт очень важно разделять работу и личную жизнь таро это моя работа а на скуф услугах тогда что коммерческая деятельность торговля лицом понять на скуф услугах на скуф услугах у меня что-то вроде подработки понятненько это мне надо кста пока мой таро бизнес не выйдет на плато и вот тогда так стоп ты меня отвлек может должны были собрать твои документы на получение альтушек каком мы там сейчас разделе справки и выписки точно так правки у тебя есть выписки мы тебе закажем какие так просто по ты хочешь чтобы было сложно ну наверное нет я просто хочу получить альтушку это очень правильный подход наше желание это направленный поток положительной энергии мы должны транслировать его вселенной как можно чаще вот я сейчас транслирую вселенной тогда и только тогда ты сможешь достичь настоящего успеха например тебе нужно получить справку об отсутствии судимости ну окей потому что кстати говоря альтушку не получат люди с темным прошлым чат ну все блять отдыхайте с тобой красотка никакого темного прошлого одно только светлое будущее или хотя бы осужденные по статье за особо тяжкий я не меньше нет так вот нужно тебе справка что ты сделаешь чтобы ее получить а чё надо зайду в соответствующий раздел скуф услуг и нажму пару кнопок чтобы заказать нужный документ потом буду ждать в корне неверный подход прежде чем начинать процедуру получения справки ты должен захотеть получить правку я какой бред я бы даже сказала просто захотеть справку убираем лишнее концентрируемся на финальном объекте результата а не на процессе если ты сосредоточишься на образе получения то будешь притягивать энергию получения купил справки топлива формуляра энтропия формы 9 в твоем случае скуп услуги это просто инструмент главное это сила твоего намерения видела бы она твой настоящий инструмент сервис по получению альтушек мой инструмент колода таро как прости как это связано с нашим заполнением документов сейчас ты так ничего и не понял ладно потом поймешь может быть раздел мы закончили хочешь вытянуть карту мы них они сделали пожалуйста давай десятка кубков подготовься к новому этапу в своей жизни который принесете радость и исполнение желаний что это должно значить это же ты вытянул карту тебе должно быть видеть но все будет круто видимо ладно окей земля и дом земля это основа его это мать это это кадастровые документы и право владения пока что их у тебя не вижу кажется ты не владеешь землей уже возможно если бы у тебя была земля мы могли бы основать экологическую общину праздновать солнцестояние и ивана купалу славить велеса кришну и господина старокроули но и каша у нее в голове а насчет дома знаете этот что-то так долго так долго блять все это обсуждали шо уже ебаться не хочется так долго на это все рассказываешь уже и не стоит не встает минутку не нужно проверить дом в каком сейчас доме юпитер юпитер причем здесь юпитер это максимально благоприятная планета она хорошо взаимодействует со всеми домами да даже с районным домом и культуры сейчас у нас юпитер это мой дом кстати дом тельца это очень хорошо новые возможности для бизнеса новые интересные знакомства но будь осторожен старайся не ввязываться во всякие причудливые авантюры береги деньги ты можешь легко их потерять да уже знаем но это ей без гороскопа знал карты говорят чеки этот я буду терпеть в т.г. карты говорят что стрима не будет так а что там с документами в разделе а что с ними документом у тебя нет все в порядке идем дальше карту можно вытянуть вот любезен уж уж будь любезен красиво красивая да вот этот слов сочетание будь любезен красиво звучит то колесо фортуны судьба поворачивается в твою пользу готовься к переменам муть какая-то не муть а трансляция воли вселенной да да ну конечно же штрафы налоги я так понимаю они имеют ввиду карму да как ты вообще пришла к таким выводам я имею ввиду официальную государственную карму регулируемую налоговым кодексом и кодексом об административных правонарушениях сожалению вселенная не всегда способна регулировать кармические ответы поэтому часть государственного аппарата берет на себя эти функции люди не понимают что штрафы и налоги им только во благо угу ну вообще справедливо говорит как депутат или дочь депутата хорошо справедливо ведь государственная кармическая регуляция спасает людей от гораздо более серьезных проблем если они не получат по заслугам от государства то за них возьмется сама вселенная карма никого не щадит поэтому лучше проверить штрафы сейчас и оплатить если они есть да нет там ничего карме виднее я всегда вовремя платил налоги и по штрафам вроде бы уведомления не приходили разве это так важно да важно это знаешь как если на тебе озвучка крутая озвучка пиздатая у нее прямо идеально подходит персонажу здесь похожая ситуация если на тебе висят долги ты не получишь свою альтушку по крайней мере пока не расплатишься но это дело такое лично я не смогу иметь с тобой дел если у тебя будут кармические долги ты позволишь мне проверить свою ауру на предмет кармических долгов проверяй чего прямо так через монитор конечно достаточно просто твоего соглашения на обработку персональных данных давай давай и дальше по всей доступной информации я смогу автоматически фоновом режиме построить твою картину карту а дальше проверить короче уже сделала двух минут пиздец ты уверена что технологии и магия сочетаются таким образом ну тебя же не удивляет что технологии уже прочно укоренились в нашей повседневной жизни художники рисуют картинке на компьютере а не на бумаге музыканты собирают шедевр музыканты собирают шедевры из электронных сэмплов люди лишившиеся конечностей используют бионические протезы все это всего лишь инструменты как и моя колода таро вроде звучит здраво аналогия ложный друг логике если что-то одно работает это еще не значит что и другое будет тоже работать как мудро давай уже смотри мою карму разрешение на доступ к твоим персональным данным да да давай 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 вот и прекрасно теперь пожалуйста помолчи мне нужно сосредоточиться что-то надолго я же просила помолчать я вроде бы ничего не говорил значит тот что внутри тебя сидит свою пасть разинул что у тебя там такое почему ты не говорил что одержим братан она точно на всю голову двинутая давай-ка вырубай компьютер не смей его слушать смотри на меня бля озвучка топ ты расслабляешься твои веки тяжелеют прямо сейчас ты уснешь я сам чуть не уснул сейчас ласковое тепло пробегает от кончиков пальцев ног до кончиков ушей ты засыпаешь ахххp целою добра и зла свет и contribution заклинают тебя сущность говори со мной повиную сер Я? Ой, я. Нет твоей власти надо мной. Ведьма! Зачем ты мучаешь этот измождённый сосуд? Это не твоё дело. Уверен, ты здесь тоже неблаготворительностью занимаешься. Извини, отродье. Нет! В смысле? Чё происходит? Прилом! Но... Но ведь я... Слушай, ты, Сабрина, маленькая ведьма, Давай заключим сделку. Ты не будешь трогать меня в моём уютном домике. А я не расскажу носителю о твоих настоящих планах на него. Потому что я-то уже вижу твою истинную цель. Ты... Ну как ты смеешь? Отродье! Ха-ха-ха-ха-ха! Ври заклакать, да не укусишь. Соглашайся, я на кем-брань. Бля, интересный батл. Я? И они? Ладно, договорились. А теперь верни его! Раз, несь! Блядь. Я что-то пропустил? Ну ничего особенного, дружище. Мы уже закончили заполнять документы в этом разделе. Да. Хочу вытянуть карту на удачу. Давай, пожалуйста. Что-то происходит интересное, блядь. Ой, Попкин. Время для справедливого разрешения ситуации. Будь готов принять последствия своих действий. Золотые слова! Регистрация и паспорт. Если бы я была президентом, то вместо паспорта человеку бы просто давали натальную карту. Слушай, а ты уверена, что все это правда работает? Ну, для меня это выглядит просто как еще одна коллекционная карточная игра. Или даже ролевая настольная игра. Что ты имеешь в виду? Ну, посуди сама. У вас же нет никакого, по сути, канала со вселенной. Есть просто набор правил, которые придумали какие-то другие люди. В вашем конкретном случае какой-то старинный британский мужик. И вы ничего своего даже не придумываете. Ебать, он жестко ее трактует. Жестко ее ебет. А что это значит? Это значит, что вы просто запоминаете набор правил и потом им оперируете. Как в подземельях и драконах. Разве что кубики на проверку навыка не кидаете. И в вашей касте те, кто эти правила выучили, имеют полное моральное право брать деньги у тех, кто эти правила не знает. Бля, хуеный. Или знают, ну, очень поверхностно. Ты вообще ничего не понимаешь. Да куда уж мне? Я же просто скуф. Вы все меня ни во что не ставите. Но только знаешь что, милочка? Я свои права знаю. Есть государственная программа. Под ее критерии я подхожу. А ваша шайка мне мозги полощат. Тут уже битый час заставляет заполнять одни и те же бумажки по пять раз. Хватит. Надоело мне это. Нихуя, я вам поумнел внезапно. Тише, тише, успокойся. Не надо меня тут успокаивать. Как тебя там? Лина? Лиза. Неважно. Давай, подгружай уже все документы, которые там нужны. Приезжай ко мне и займемся бесплатным государственным сексом. Ха-ха-ха. Блядь, я тебе всегда так буду говорить. Все поняла. Так точно. Бесплатный государственный секс. Карту вытянуть хотите? В жопу свою карту себе засуй. Ха-ха-ха. Ладно, давай. Ха-ха. Сухо. Давай, картон. Отшельник, возьми время для саморефлексии и внутреннего роста. Ответ находится внутри тебя. Какой же бред. Окей. Вроде бы нам нужно заполнить минимум пять разделов, чтобы подать заявку на льдушку. Какие странные правила. Да, но не я их придумала. У тебя будет возможность выбрать только одну из категорий. Другая нам после этого уже будет просто не нужна. И мы к ней не вернемся. Почему? Выбирай сумму. К СТА, ты обратил внимание на то, что Нюша, смесь Ксюши и Насти, цвет черный и розовый, имя Нюша, Н от Насти и Юши от Ксюши. Бля, прикольно, кстати. А еще у нее некоторые реплики голосом Насти, а некоторые Ксюши. Прикольно, кстати. Я на это внимание не обращал, честно говоря. Интересно. Спасибо, Кирхин. Пенсии, пособия, изгнание Лярвы. Хм. Прямо, изгнание Лярвы это я прогоню, наверное? Или я прогоню из себя духа? Я хочу пенсии и пособия сначала, а потом уже выберу изгнание. Тебе вроде бы по возрасту еще не полагается никакая пенсия. Ну да. Тогда этот раздел нам в принципе и не нужен, ведь пенсия это далекое будущее. Не такое уж и далекое. Привет, Илья, чат, тебе в прошлый раз сарт не зашел. Сказай, что ты там как пупс. Ну я ультанула. Только сейчас дорисовала. Посмотри, пожалуйста. Посмотрю, спасибо. Каждый раз мы вытягивали по одной карте. Хочешь, чтобы получить полученный расплатный? Ну нахер тебе, Илья, что я сделал, блядь? Узнаешь свою судьбу? Давай. Перестанешь беспокоиться о будущем? Я и так не особо беспокоюсь. Да ну, разве тебе не интересно, что тебя ждет в будущем? Ты же такой шанс! К тому же, поскольку я только начинаю практику, тебе ничего это не будет стоить. Результат гарантирую. А просто согласись с ней, что она уже отстала. Ладно, ладно, давай. На что именно можно сделать расклад? Уверена, ты не пожалеешь. Сегодня темы такие. Любовь и отношения, деньги, работа, жизнь и смерть, блядь. Ну я же сальтушка, любовь и отношения. Так, посмотрим, что тебе выпадет. И что это такое? Это любовный расклад на выбор партнера. В твоем случае, на выбор альтушки. И что все это значит? Сейчас посмотрим. Первая карта означает чувство главной партнерши к тебе. Ну, гипотетической партнерши. Перевернутая четверка мячей. Тебя ждет бегство в свою раковину из-за сильных переживаний. Уединенный образ жизни. Полное отсутствие инициативы или желания быть вместе с человеком. Тебе проще одному. Карта символизирует затянувшееся одиночество или печаль. Предсказывает обрывание связей или контактов с человеком. Из-за неразделенных чувств или вне... Бля, уже ебаться не хочется, пиздец. Важно набраться сил, снова поверить в любовь, дать шанс другому человеку. Хм, похоже на правду. Не перебивай меня, пожалуйста. Вторая карта чувства всех остальных потенциальных партнеров тебе. Повешенный. Ого, перевернутый. Сильный эмоциональный кризис. Депрессия, вызванная отсутствием любви и нежеланием переосмыслить ситуацию. Состояние, когда нет осознания происходящего. Самоистязание. Зацикленность на сильной негативной эмоции. Бегство в иллюзии. Опасное состояние, в котором человек может застрять надолго. Важно избавиться от негативных эмоций и обрести новый смысл в любви и отношениях. Никаких аннузий. Третья карта это твои чувства к главной потенциальной партнерши. Праведливость. Ровные непредвзятые отношения. Сильное стремление к гармонии. Чувства, когда хочется примирить и взвесить все за и против, или что-то серьезно решить насчет отношений. Карта символизирует объективность и твою рассудительность или человека. Предсказывает период притирки, выяснение отношений и своей роли в них. Важно кого-то простить или перестать осуждать. Звучит и правда довольно справедливо. Четвертая карта означает твои чувства к остальным потенциальным партнершам. Король Жезлов. Эта фамилия у него такая? Жезлов Федор Куземич. Великодушие, интерес, страсть. Отношения, в котором человек оказывает знаки внимания и проявляет инициативу. Для тебя эта карта означает повышение твоего авторитета в глазах женщины, которую ты должен завоевать. Это точно про меня. Я очень авторитетный. Пятая карта означает, что будет, если ты выберешь главную потенциальную партнершу. Надеюсь, это буду я. Перевернутая пятерка кубков. Застарелая боль. Отношения, когда человек наперед, ожидает негатива от других, так как в прошлом пережил ситуацию разлуки. Карта символизирует зацикленность на своих страданиях. Страх новых отношений. Иногда предсказывает возврат бывших возлюбленных. Примирение после тяжелой разлуки. Любовь, вспыхнувшую с новой силой. Важно научиться прощать тех, кого любим или любили. Ты умеешь прощать? Я умею мстить. Шутка. Ого. Ой, тосков. Пытался пошутить. Ха-ха-ха. Но вышло так себе. Шестая карта. Почти все. Много их в этом раскладе. Надо будет в следующих вариантах сделать поменьше. Шестая карта рассказывает, что будет, если ты выберешь кого-то из других партнеров. Перевернутая двойка жезлов. Это не очень хорошо. Настойчивое желание доминировать. Неподходящий под взгляды человек. Неурядицы и притирки словесные оскорбления. Чувство, когда человек выходит из-под контроля или влияния. Сложно договориться, прийти к обоюдному согласию или что-то поделить поровну. Кто-то ведет себя авторитарно или не дает определенного ответа «да» или «нет». Важно осознать, из-за чего происходит непонимание, пойти на компромисс. Иногда просто выслушать человека или спросить его мнение. Неопределенность хуже смерти. Терпеть не могу тех, кто гасится и мнется. С языка сняла. Седьмая, предпоследняя карта. О, на случай, если ты решишь, не выбирать партнершу. И хотя в нашем случае варианты не выбирать, да ли тебя не вариант. Окей, это семерка пунктов. Ситуация, когда человек не знает, чего желает в своих чувствах. Есть только варианты, которые, если копнуть глубже, всего лишь фантазией. Мечты о несбыточном или чужом счастье. Тем самым теряется ценность того, что есть сейчас. Рядом. Карта символизирует воздушные замки, розовые очки. Вот по-любому же сейчас тут, сука, сидит. Вот по-любому, блядь, на этом стриме. Тут сидит сейчас человек пять, нахуй. Которые, блядь, фанаты этой ебаной хуйни. Вот этих таро, блядь. Сидят и такие. Да, тройка мечей, блядь. Сидят, сука. Ради вас, нахуй, это делают, блядь. Когда нет четкой определенности, что будет дальше. Важно принять конкретное решение. Понял? Важно сделать выбор. Последняя, восьмая карта. Описывай, чем закончится сложившаяся ситуация для тебя. Перевернутая девятка мечей. Сильный страх, притягивающий к себе все больше негатива. Неразделенные чувства. Трагическая любовь, как причина сегодняшних неудачей. Там, чё, в чате пишут, просто ферст-пользователь. Тройка мечей плохо. Чё, сидит, анализирует. Да, блядь, тройка мечей в натуре хуёво, блядь. Сердце закрыто на сто замков. Ты должен избавиться от негативных мыслей или источника страданий. Очистить своё тело, душу и сознание. Только тогда ты обретёшь настоящую любовь. А диализм потом лучше будет другая концовка. И вот за такое ты обычно ещё и деньги берёшь? Всё с тобой ясно. Это бред какой-то. Ты не веришь? Я нихуя не понял. Ни единому слову. Зачем тогда ты просил меня сделать расклад? Да я особо и не просил. Ты сама мне его навязывала до упора. Я всё это таро в гробу видал. Когда я уже получу альтушку? Что это за бред вообще? Какие-то предсказания, расклады, шарлатанство всё это. Не я придумываю правила. А кто тогда? Если бы я знала. Слушай, раздел нам всё равно нужно закончить. Давай тогда просто сыграем в обычные карты. Черви, Пики, Бобби, Крис. Давай. Простые и понятные. А у тебя... Давай в дурака твоё. У тебя они есть? Конечно. Давай сыграем в Блэк Джек. О, давай. Это в смысле в 21. Давай Блэк Джек заебись. Очко. Не совсем. Правила немного другие. Я слесарем работаю, и там конкурс в теплоснажении, и там конкурс. Если не сложно, озвучь, чтоб проголосали. Ренат Киньябузов грею вас зимой. Да, без проблем. Человеки, какой-то конкурс в теплоснажении, хуй знает. Скидываю вам ссылку. Проголосуйте за Рената Киньябузов. За Рената, короче. Помогите, типа, там какой-то вот... Всё-таки слесарь очень полезные люди, нужны нам такие. Поэтому вот за Рената Киньябузова. Продолжайте, пожалуйста. Спасибо. Король считается за 4 очка. Дама за 3. Балет за 2. А в Блэк Джеке и король, и дама, и варет. Десятка. Давай сыграем, да? Вижу, у тебя я немного где. Видимо, пополнил баланс. Азартные игры на деньги. Ну так, Жень. Давай сыграем. Давай, я не против. Блэк Джек мне нравится, погнали. Давай скатаем. 15. 15. Не надо брать. А лохушка, ебаная, сюда 1100. Ого, а ты большой мастер. Надеюсь, ты дашь мне отыграться. Не-не-не-не, я в эту хуй не умею. Ну, хватит. Сосало сюда еще. Хорошо, что мы играли не на раздевание. Блядь. А то я сегодня надела не лучшие свои трусики. Так, а может быть... Ставка нельзя повыситься, ладно? Еще. Еще. Сюда, блядь. Сейчас с ебалом. Тебе сегодня очень ведет. Специально от сервиса скуп услуги мы начисляем тебе бонус 100 тысяч рублей. Но дальше минимальная ставка тоже будет 100 тысяч. На что? Согласен рискнуть? Я бы на твоем месте просто забрал, блядь. Потому что у нас сейчас и так 100 тысяч. На ебалово, блядь. Решай скорее. Ммм, как же лучше поступить? Бля, я бы забрал бы деньги и вышел, честно говоря, блядь. Пожалуй, я лучше остановлюсь сейчас и заберу деньги. Тут нет, 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 нет. Ты, ты, постой! Погоди! Ебать-то, 100 тысяч ее раздел, блядь. Ух, вот это адреналин. Неужели и правда получилось? СМС. Почему? Вопкните мне эту тройку мечей в голову. Уже, боже, блядь, как душно. Ей не нравится государственный секс, и она решила вместо этого выебать мозги и картами. Человеки, слушай, за 100 тысяч золотали. Поверить не могу. Теперь можно, ух, много чего можно теперь. Например, в отпуск съездить. Хорошая консолка. Разыбись. Ну-ка, давайте-ка теперь попробуем. Здоровье. Так. Если... Я... Я... Вот и... Тос... Пока оставим, потом изгнание леров зайдем. Так. Идем пока по тому же пути. О! Еще разочек. 21, чиназос. Так, еще. Еще. Все, чиназос. Хорошо, что мы играли не на раздевание, а то если... Еще. 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 Ха-ха. Блин, спецнод нас... Я... Давай сыграем на 100 тысяч. Ты настоящий высокие ставки. Тварь, ебаная. Очевидно, блядь. Ничего, уверенно ты отыграешься. Не расстраивайся. По специальной программе скуп услуг... Блядь, мне злая микро-займ дали. Могдаленный займ. Просто повысим твой лимит, до которого ты можешь уйти... Блядь, мне сейчас кредит дадут. Тому же все документы твои у нас уже есть. 200 тысяч ставка? Давай. Хочет. Тварь, блядь. Блядь. Если два раза не повезло, то в третий точно поведет. На твоем месте я бы поставила побольше, чтобы сразу выйти в плюс. Давай, давай, да, хорошая идея. Карты к дерьмо, ебаная. Хватит. Сука. Ну уж нет, хватит. Минус 600 тысяч. Ты же только начал выигрывать. Нужно просто еще немного постараться. Я уже в глубоком минусе. Хорошо, что это просто виртуальный день. Да, виртуальный. Ну что ж, выглядит так, будто мы все заполнили. Теперь ты можешь получить свою альтушку. Жди. Да быть того не может. А когда Скуф и альтушка Лиза познакомились, то сразу понравились, дорога-дорога. И тут же начали жить. Блядь, ко мне сейчас эти кредиторы придут, блядь, коллекторы. Лиза переехала к Скуфу. И даже помогала ему деньгами, делая онлайн расклады. С самого Скуфа такие расклады более чем устраивали. Сейчас коллектор придет. Неужели на этот раз это правда? О, кажется, приехала. Беги скорее. Блядь, это по-любому коллекторы. Кто там? Здравствуйте. Меня все видят. Я по поводу вашей задолженности в онлайн-казино. Блядь, а в казино вставь ебал. Скажите, пожалуйста, когда сможете вернуть долг? Эх, нет, блядь. Так, давайте попробуем изгнать лярву. Здоровье. Пиздец, ребят, в казино все проебал. Я так понимаю. Почему? Выбери по ТМКОМ ПЖ. Как будет время? Какой? А, да, да, я помню спай, спасибо большое. Земля. Ну где, блядь? Что сули? Ну-ка. Что такое вообще изгнание лярвы? А что такое тут лярва? Не такой, а такая. Лярва это паразитическая паранормальная сущность. Понятие пошло из древнеримской мифологии и означало неупокоенную душу умершего человека, которая могла каким-то образом навредить живым. Ну, потому что это была изначально душа злого человека, наверное. Многие злые люди и при жизни вредят, и когда умрут, все никак не успокоится. После каким-то образом идентичное понятие укоренилось в Древней Руси. Думаю, это лишний раз доказывает, что лярвы были распространены по всей планете. Как динозавры. Ну, чуть раньше, да лярв. Что-то не видели мы скелетов лярв в музеях. А при чем здесь государственный сервис? Что изгнание лярвы делает носку в услугах? Тут я вижу три варианта. Вариант первый. Или разработчик сервиса увидел иконку с книжкой и подумал. Ого, книга. Книга это Библия. Библия это экзорцизм. А изгоняют кого? Правильно, лярву. Вариант второй. Тоже про разработчиков. В момент работы над сайтом он очень много смотрел битвы экстрасенсов. И поэтому чисто на автомате вписал туда эту дичь. Похоже на правду. И третий вариант. Власти что-то знают. И скрывают от нас. Но при этом заботятся. Заботятся о том, чтобы лярвы были изгнаны. Возможно в наш цифровой век расплодились электронные лярвы. Погоди-ка. Что? Эта версия уже не кажется мне такой уж и безумной. То есть ли... Если цифровые лярвы селятся теперь в аккаунтах пользователей сервиса. И подпитываются их энергией. Сейчас свечки, пожалуйста, достаньте. Электроэнергии. Рафлан... Рафлан, блядь, поминки нахуй. Ну тогда получается. Выходит, что одна из альтушек... О боже! Я должна срочно отправить отчёты в техническую поддержку. Пока не поздно. Что это? Что? Ебать. Батя, это кто, блядь? Привет. Здорово. Ой, чего это я? Мы же уже здоровались. Что там у нас? Карты, предсказания. Вижу. Вижу. Это на Алису похоже, да? Оранжевая, всё, блядь. Счастливый и совсем не мёртвый. Мне это всё очень сильно не нравится. Мне тоже. Ой, да не бойся ты меня. Это же я. Твоя любимая альтушка Алина. То есть это Лиза. Лиза? Ну да, я так и сказала. Не уверен. Совершенно точно. Руку даю на отсечение. Так, на чём мы остановились? На изгнании лярвы. А зачем её изгонять? Вы бы хоть раз попытались договориться с ней? Да и вообще, как-то это оскорбительно звучит. Лярва. Я так думаю. Настоящие лярвы те, кто других называют лярвами. Жёстко. Не, если ты хочешь, то, конечно, можно изгнать. Но не лучше ли тебе получить свою альтушку? Ты же за этим на этот сайт ходишь? Ну да. Ну, тогда нам с тобой надо поиграть в одну маленькую игру. Блэкджек опять? Ну, что значит игру? Работу. Собери вот эту капчу, и после этого заявка на альтушку будет отправлена. Честное слово. Обещаю тебе. Это точно какая-то дичь, братан. Нам надо бежать. Да у нас нет кнопки выхода, ты же... Я бы сейчас её за отдельные деньги даже купил. Если честно. И, например, за 29 рублей, или даже за 49. А то мне очень страшно. Мне тоже. Готов играть? Выбора у меня, кажется, нет. Ну, давай сыграем. Так, блядь. Ну, давай попробуем, что тут. Блядь, это сюда, блядь. А что, куда-то? Не понимаю, блядь. Ага, вот это вот сюда, блядь, значит, ага. Значит, вот это, блядь, вот сюда, блядь. Нихуя, блядь, а что за хуйня, блядь. Так, подожди, блядь, ну, ага. так болят чудо я не понял а это вот сюда были это значит вот сюда болят так болят это болят не получу то не сходится болят чувак болят и блядь чел болит не поймали хочу за хуйня были а рубля алё блядь не сходится нихуя блядь не было бы ой блядь ёбаный к сожалению шкуф умер от инфаркта инфаркт произошел от страха страх произошел от скримера надеюсь больше никто не умер так ладно но с этой мы все сделали да мне сказали что тут можно пройти за алису и потом изменится концовка с этой блядь с нюшей какие парни тебе а тебе нравят я за лес уже проходил надо еще раз пройти типа я выбираю кто бы мог подыдывать так для саха что и я как с носку несла да она да я все в че проснусь я какой ты очень сложно ли да звучит короче пошла нахуй все блять пошла в пизду за ебало блять два часа игра в альтушку для скупа пошла нахуй за ебало блять пошла в пизду блять за ебало нахуй пиздец блять за ебало блять невозможно